всем привет вы на канале крипто комманс и сегодня мы посмотрим как всегда что происходит по рынку и попробуем разобраться чтобы не попасться в очередную ловушку великого манипулятора поэтому если вам нравится крипто контент ставим лайк подписываемся на канал жмем на колокольчик и мы начинаем погнали так ну чё ребята bitcoin еще даже не начал отскакивать со дна вот этого канала а люди кинулись уже шортить вот эту вот свечку представляете себе вообще какой паноптикум просто происходит итак дорогие друзья что я хочу вам сказать такого медвежьего сентимента как сейчас я не видел вообще наверное никогда просто читаю ваши комментарии и офигеваю примерно каждый первый комментарий несмотря на то что у нас очень бычья комьюнити является супер медвежим люди не верят в рост люди говорят что мы уже в медвежьем рынке что мы будем падать ну какой нахер to the moon биток уже за ипал и так далее так далее опять один минус придерживаюсь мнения что медвежка уже и бычки не может быть гринни зашел в лонг в районе 48 спасибо теперь я бомж чувак но это извини меня риск менеджмент риск fucking менеджмент но вообще мы в медвежке уже и так рост был на 2000 процентов я же говорил вчера что вниз покатит бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла ну и короче золотой крест ты снова обосрался локально ты постоянно это делаешь ну чё как полет какой нах бычий рынок вот олень to the moon у него ахаха значит тузы дно короче можете мне поверить я читал очень много ваших комментариев тут 90 процентов медвежий а это для меня естественно индикатор того что толпа ошибается уж извините меня другие друзья все мы по отдельности отличные люди но вместе извините мы все с вами толпа поэтому нужно стараться мыслить противоположным образом чтобы зарабатывать на этом рынке и так смотрите вот он этот самый бычий крест и где тут кто обосрался ребята бычий крест такой же как вот здесь он не подразумевает то что мы прям сразу летим на луну но он подразумевает то что два мувинга пересеклись и вероятнее мы сейчас пойдем выше опять же у нас в телеге на которую обязательно проверьте подписочку тоже она ссылка есть в описании мы делаем сейчас переводы твитов зарубежных чуваков и тут были очень крутые твиты от крипто ровера вот по поводу смотрите фрактального паттерна закругляющиеся вершины перед пробоем да то есть такая медвежья ловушка смотрите rsi падает пробивается раз два три четыре касание трендовые и мы улетаем опять же то же самое медвежья ловушка раз два три четыре касание трендовой rsi пробивается и вроде как цель 80к поэтому ближайшая твит от t analyst то же самое вот он этот бычий посмотрите раз два три четыре бычий паттерн такой барт симпсон препамп и дальше улетаем наверх по бычий траектории то есть трендовая у нас бычий мы по у нас повышающиеся минимумы как вы можете видеть и самый сильный твит это конечно был вот этот последний о том что у нас есть скрытая бычья дивергенция друзья на биткоине по rsi и помогди посмотрите у нас есть повышающиеся минимумы в цене но понижающиеся минимумы в осцилляторе при этом это по учебнику называется скрытая бычья дивергенция почему скрытая потому что смотрите в обычной бычей дивергенции у нас понижается цена и повышаются пики а в скрытой наоборот повышается цена но понижаются пики вот она эта скрытая бычья дивергенция лично по моему опыту скрытые бычьи дивергенции гораздо сильнее отрабатывают чем обычные. Вот она, опять же, или вот она, смотрите, тоже здесь еще виднее будет. Вот этот индикатор Cypher, он сочетает в себе и RSI, и MACD, и всю фигню. Короче, почему скрытые мощнее? Подумайте своей головой, о чем нам говорит осциллятор? Он говорит о перепроданности или о перекупленности, да? И получается, что в скрытой бычьей диригенции, смотрите, цена уже выше, а перепроданность больше. То есть это говорит нам о чем? Что актив находится в аптренде. Соответственно, мы растем, а цена уже более перепроданная со временем становится. Понимаете? То есть в долгу вот этот тренд, он и есть на самом деле дно. То есть если мы развернем немного график, то мы поймем, что дно у нас растет. Дно не может оставаться на одной линии, да, и быть горизонтальным. Это растущие рынки. Дно у нас растет постоянно. Поэтому мы в бычьем тренде, и эта перепроданность – очередное свидетельство тому и доказательство. Понимаете? Так что понятно, что мы можем еще упасть немного ниже, проконсолидироваться. Это всегда так. Но, тем не менее, это хороший знак. Поэтому давайте будем смотреть сейчас, как мы вернемся назад выше этих мувингов, закрепимся и выше сетки AMA Ribbon, которая тоже вроде как развернулась в бычью сторону. Но пока мы не закрепились выше, и вот она снова вроде хочет развернуться. Короче, сейчас битку нужно срочно подняться выше 47-48 тысяч, чтобы мы говорили по-настоящему, конечно, о бычьем тренде. Но я думаю, что если он это сделает, то там сразу же начнется каскад ликвидации шортов, и мы полетим вот так вот. Потому что вы видели вообще, какие сообщения приходят с Binance Liquidations, с Bybit Liquidations. Чуваки, ликвидируют шорты, блин, по 40 тысяч долларов, по 41. Ну, понимаете, кто там, какие дебилы сидят, я извиняюсь. А представляете, сколько ликвидации шортов будет по 50, по 60, по 70. Поэтому, слушайте, для меня это все так вообще идеально сходится сейчас. Абсолютно ясные знаки того, что нас ждет супер-мега-взрыв, потому что никто не верит. Раз. Два. Все шортят. Вон, ликвидации шортов. И три технические фундаментальные знаки. Кстати, по поводу фундаментальных знаков, я надеюсь, вы подписаны все на наш второй канал. Ребята, в описании видео есть ссылка на наш второй канал. Обязательно на него подпишитесь, потому что мы там делаем просто бесценнейшую работу. Переводим для вас по ролям крутейшие ролики. И вот вчера буквально вышла конференция. Знаете, сейчас идет большая конференция про биткоин. Там была огромная большая панельная дискуссия, в которой участвовали Ян Ванек, Брайан Эстес, Том Ли и Майкл Белш. Очень интересные темы они затронули. Я вам сейчас маленький кусочек оттуда покажу. Биткоин был изобретен в 2009-м. В 2019-м 10% домохозяйств в США владеют биткоином. Сегодня это 25% согласно администрации Байдена. Три недели назад они выпустили указ президента, в котором говорилось, что 25% домохозяйств владеют биткоином. Если мы достигли 10% в 2019-м, значит в 2029-м 90% домохозяйств США будут владеть биткоином. Окей, это мегатренд. Он безостановочный и его нельзя вернуть назад. И если посмотреть на ценность биткоина, если только 25% людей владеют биткоином сегодня и 90% будут иметь его через 7 лет, он будет стоить дороже. Он недооценен сегодня. И мы находимся в прекрасном моменте, идеальном для инвестиций. В 2029-м возможно будет уже поздно покупать биткоин. Вот, примерно так. Но чтобы не отнимать ваше время, полная версия сейчас появится у вас сверху. Обязательно посмотрите и обязательно, друзья, проверьте подписочку на этот наш второй канал и нажать на колокольчик обязательно, потому что там выходит очень много интересной зарубежной аналитики. И сегодня выйдет очередной перевод панельной дискуссии с Майклом Сейлором и Кэти Вуд. Поэтому не забудьте навалить лайков тоже, пожалуйста, потому что мы стараемся для вас все это делаем абсолютно бесплатно. Вот. О чем, собственно, там ребята говорили, как вы поняли, это про сетевой эффект, про то, что сеть растет, соответственно, как я вам сказал, тренд растущий, так или иначе. И хочется с вами поговорить еще про закон Медкалфа. Знаете такой закон? Закон Медкалфа гласит, что полезность сети пропорциональна половине квадрата численности пользователей этой сети. В общем, это уже такая высшая математика, но, грубо говоря, о чем говорит этот закон, который был впервые сформулирован Робертом Медкалфом в отношении интернет. То есть этот закон был применен к развитию интернета, соответственно, и сетей, как сетевой эффект. Потому что чем больше пользователей, чем больше пользователей в сети, тем она более полезна. Ну это как сеть торрентов, допустим, да, понимаете? Вот, это график экспоненты, на самом деле, экспоненты пользы сети. И это очень важно, потому что вот, для наглядности, если одна связь в сети приносит одному человеку одну условную единицу пользы, тогда при группе в 10 человек польза составит уже 50 условных единиц, а при группе в 100 человек уже 5000 условных единиц и так далее. Понимаете? Это как бы экспоненциальная история. Поэтому слушайте, мы сейчас находимся с вами в кривое принятие адаптации где-то вот здесь по биткоину, надо это понимать. И когда весь мир признает биткоин, когда наконец начнут пользоваться, случится просто экспоненциальный взрыв и его цены и капитализации соответственно. Вот. Теперь по поводу альткоинов. Что я хочу сказать, ребята? Альткоины к биткоину показывают хорошую динамику. И на вчерашней небольшой коррекции битка они очень хорошо держались, если вы посмотрите. Недавно стрелял биткоин кэш на 10%, сегодня риппл показывает вот такую вот штуку к биткоину. О чем это нам говорит? Что люди не выходят в тезер, люди выходят в альты на тот промежуток времени, пока биток корректируется. И давайте-ка глянем график доминации BTC, потому что график доминации показывает очень интересные вещи. Мы его давно не смотрели с вами. Смотрите. Ну, во-первых, эти мувинги 50-й и 100-й, как вы видите, они сближаются, то есть грядет неумолимо пересечение смерти, крест смерти. Во-вторых, Cypher, красный money flow, красная точка, красная точка. В-третьих, EMA Ribbon. Посмотрите, наша любимая сетка EMA Ribbon тоже развернулась в медвежью сторону. О чем это нам говорит? Это график доминации биткоина на рынке. То есть, если он идет вниз, значит альткоины накачивают долларами сильнее, чем биткоин. И посмотрите-ка, мы с вами об этом говорим очень долго уже на нашем канале. Мы говорим о том, что это еще не конец, что альтсезон еще не закончен. И посмотрите, вот у нас есть ультимативный low 35% по доминации. Это было дно 2018 года. Соответственно, это был пик альтсезона и пик бычьего рынка. Вот. И мы все еще его не пробили. Посмотрите-ка, мы долго-долго после падения консолидируемся. И похоже, ребята, похоже, несмотря на вот эти все желтые точки надневки, похоже, что мы все-таки сейчас идем его пробивать в финальную фазу альтсезона. Конечно же, против этого есть очень сильный сигнал здесь на месячном таймфрейме. У нас с вами желтая точка прямо сейчас. Я думаю, что она отработает очень-очень сильно. Но, друзья, на месячном таймфрейме желтая точка говорит нам о том, что мы в двадцать третьем году примерно, если не в двадцать четвертом, очень сильно начнем расти. Понимаете? Мы можем еще и двойное дно после него нарисовать и потом только полететь. То есть, этот сигнал бесспорно является очень сильным на то, что альтсезон в какой-то момент закончится в течение года, скажем. И потом биткоин начнет снова отжирать свою доминацию. То есть, грубо говоря, начнется медвежий рынок крипты. Потому что биткоин на медвежьем рынке обычно отжирает доминацию обратно, как и, в принципе, индекс доллара, если вы заметите. Поэтому сейчас очень похоже, на мой взгляд, что мы входим в фазу альтсезона. Тем более, никто уже в это не верит. Все давно продали все свои монеты в минуса. А тем не менее, я вам еще раз говорю, сетка EMA Ribbon развернулась в медвежью сторону, как вот здесь или как вот здесь. Что за этим следует, вы можете видеть сами – downtrend. Поэтому, опять же, тут, конечно, не финансовый совет. Я просто вам говорю, что я вижу и что я сам делаю. Сам я продолжаю держать все свои лонги. Нарастил еще больше на лонги вчера на импульсе. Вот Ripple, посмотрите, как хорошо пошел, уже выбился из этого боковика, из этого накопления, пробил сопротивление, сходил на ретест и погнали. EOS тоже. Я, кстати, давно не торговал EOS. Сейчас небольшую позицию снова начал открывать, потому что, думаю, он может сильно иксануть. Опять же, посмотрите, как EOS идеально удержал 78 уровень по FIB. Смотрите, 61,8 мы здесь были, не удержали, пробили 71,8 – бум, отскочили. Вопрос сейчас с том, вернемся ли мы закрепимся на 61,8 и пойдем выше, или еще проконсолидируемся в этом районе. Но я думаю, что по EOS мы можем увидеть очень сильное движение, потому что, если мы отдаляемся, то тут совсем другие Fibonacci надо строить от вот этого хая к вот этому low. И понимать, что тут нам лететь по EOS даже в рамках отскока, ну, как минимум на 5 долларов, а вообще на 6,5 или даже более вероятно в район 8 долларов на уровень золотого кармана. Это только в рамках технического отскока. Итак, сейчас по многим монетам, ребята, куда ни глянь. Dash вон тоже вроде как что-то начинает, смотрите, происходить по нему. Dash, помните, мы рисовали вот эти уровни предыдущих сопротивлений и поддержек? Вот он. Ну, вот здесь мы немного неправильно нарисовали, потому что вот было первое сопротивление. И вот он сходил, вот он сходил точно к этому уровню. Я подозреваю, что если мы натянем FIB от локального low к локальному high, то мы сходили точно в золотой карман, посмотрите. Мы точно от 61,8 по Fibonacci отбились сейчас. И для бычьего тренда это абсолютно нормальная история – пойти дальше вот отсюда. Поэтому, друзья, все ссылки на биржи в описании, естественно. Bybit, Femix, Binance, KuCoin, PrimeXBT. Рабочие обменники, на которых можно купить, продать крипту сейчас даже невзирая на санкции и всю эту тему. Аналитика графики, наш Telegram канал, Telegram чат, наш второй канал. Обязательно на него подпишитесь. И что еще можно сказать, что индекс доллара творит просто какие-то чудеса. От него, конечно же, все пляшет. Вот кто помнит, вчера у нас индекс доллара начал падать, и в этот момент крипта затузымунила. Но потом он резко отскочил обратно еще выше, переписал high. И в этот момент крипта дампилась. Но сейчас, смотрите, он снова начинает падать, и крипта снова начинает расти. Конечно же, корреляция с индексом доллара есть у крипторынка. Несмотря на то, что индекс доллара – это что? Это, по сути, отношение доллара к другим фиатным валютам. То есть, в какой-то момент этой корреляции не будет, потому что крипта, в принципе, рынок отвязный от всего, в том числе, от индекса доллара. Но я вам хочу сказать, по моим ощущениям, индекс доллара на последних издыханиях просто бьется вот в районе 100. И выглядит, конечно, он по быче. И вы скажете, блин, Гринь, но ведь всегда, когда индекс доллара рос, у нас был медвежий рынок крипты. И будете правы, смотрите. 13-й год, первый пик биткоина, индекс доллара растет, медвежий рынок крипты. Потом снова индекс доллара падает, новый бычий рынок биткоина, новый пик биткоина, индекс доллара растет, медвежий рынок крипты. Снова 20-й год, ковид-дамп, индекс доллара падает, бычий рынок крипты. И вот сейчас у нас такой как бы мини-медвежий рынок, скажем, да, когда мы во флете стоим уже год, и при этом индекс доллара растет. Но вы мне скажите, есть какие-то ли вообще предпосылки к тому, чтобы он рос дальше? Я считаю, их абсолютно нет, потому что вы посмотрите, что происходит. Напечатали долларов за последние полтора года. 80% всех долларов, когда-либо существовавших на планете, напечатали за последние 22 месяца. И скажите мне, друзья, как после такого индекс доллара вообще может куда-то расти? И, в принципе, вся фиатная валюта. Поэтому, ребята, это всего лишь вопрос времени, когда крипта затузамунит просто так, что мало не покажется. Вот это все окажется просто прямой линией на графике. Как она обычно и делала, друзья. Напоминаю, что крипта все это время в долгую растет. И растет так, что никто не ожидает от нее. Все вот эти движения, если вы посмотрите, вот эти движения и вот эти, тем более, движения. Их уже даже не видно на графике на линейном. Вот, посмотрите. Оно все. Вот там вот тоже были такие же бычьи и медвежьи рынки. Но их уже не видно. Понимаете? Потому что прошло время. Вот. И их будет также не видно. Скоро вот этого всего, что сейчас мы видим с вами. Это все будет просто прямая линия. Это все будет называться биток ниже 100 тысяч долларов. Понимаете? Когда мы сделаем вот так. Поэтому, друзья, последний скрин вам хочу показать в рубрике скрины от наших подписчиков. Очень неплохой график с Glassnode. Это цена биткоина в соотношении к индикатору reserve risk. Что здесь на графике мы видим? Да, в принципе, то, что зеленым цветом обозначена максимальная возможность для покупки. Да, желтая нейтральная территория. И оранжевый, красный это риск и максимальный риск. И что мы сейчас видим? Что мы еще даже не были ни разу близко к максимальному риску. При этом мы находимся в зеленой пригодной зоне для покупки. То есть, опять же, о чем я вам говорил? Вот этот тренд, макротренд восходящий. И мы сейчас лежим с вами буквально на этой трендовой, как вы можете видеть из графика. Так что, друзья мои, наберитесь терпения, всем профитролей, хорошего настроения. Спасибо, что посмотрели это видео. И до встречи в следующем. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова